Здравствуйте! В прошлом видео мы обсудили причины задержки речевого развития у детей. Теперь обсудим, как же стимулировать речь детей. Если вы хотите помочь своему ребенку в развитии речи, то следует обратить внимание на следующие моменты. Первое. Стимулируйте речь ребенка, активно общайтесь с ним и побуждайте его общаться с другими людьми. Дайте ему пример простой просьбы или вопроса. Например, дай мне сок или где сок. Второе. Ограничьте использование гаджетов. Следите за тем, чтобы ребенок не проводил слишком много времени с гаджетами. Используйте их с пользой. Например, рассмотрите короткий мультфильм и после обязательно обсудите его с ребенком. Задайте ему вопросы, чтобы просмотр превратился в активное действие. Третье. Создавайте больше движения и активных игр в жизни ребенка. Старайтесь проводить время на улице, где ребенок может активно двигаться и изучать мир. Также старайтесь давать им больше самостоятельности в движениях, как в бытовых моментах, так и в разнообразных подвижных играх. Четвертое. Ограничьте количество игрушек. Убирайте игрушки и доставайте их через какое-то время. Позвольте ребенку проявить фантазию. Так обычный конструктор может стать гаражом для машины, тетрадью или даже телефоном. Пятое. Как можно раньше вводите твердую пищу в рацио ребенка. Жевание – это своеобразный тренажер, который готовит артикуляционный аппарат к обладению речью. Поэтому обязательно вводите твердую пищу в рацио ребенка и побуждайте его есть самостоятельно. Шестое. Уберите соску из жизни ребенка. Постарайтесь отучить ребенка пользоваться соской. Ведь мы помним, что ее длительное использование может приводить к формированию неправильного припуса, неречивым проблемам. Считается, что подходящий момент для отучения от соски до 12 месяцев. Максимум полтора года. Седьмое. Соблюдайте четкий распорядок дня. Следите, чтобы ребенок соблюдал режим сна, вовремя питался, гулял. Ведь все это влияет на формирование нервной системы ребенка. А еще четкий режим дня гораздо проще включить развивающие игры для стимуляции речи. Будьте адекватны мамой. Все хорошо умерло. Не стоит зацикливаться на ребенке, но важно уделять ему достаточно внимания. Если вы заметили у своего ребенка задержку в речевом развитии, не стоит ждать. Обратитесь к опытным логопедам, которые помогут вам создать специальную развивающую среду, которая будет способствовать стимуляции речи. Например, в нашей онлайн-школе есть логопеды, которые занимаются запуском речи детей с двух лет. При этом они работают над стимуляцией речи дистанционно, проводя онлайн-консультации для родителей. На этих консультациях логопед проводит диагностику ребенка и дает родителям пошаговый план развития речи ребенка. Родители выполняют задания в игровой форме с ребенком, снимают результаты на видео и отправляют логопеду. Таким образом происходит взаимодействие между специалистом по запуску речи и ребенком через родителя. И это всегда дает хорошие результаты. У нас есть большой опыт работы в этом направлении и много положительных отзывов от довольных родителей. Записаться на бесплатное пробное занятие можно по ссылке, которая будет в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...